Итак, в первую очередь я хочу заметить, уважаемый доктор, что я привожу ваши слова и показываю противоречия в них не для того, чтобы цепляться за ваши слова и показать ваше невежество, а для того, чтобы показать недействительность вашей позиции. То есть я критикую не лично вас, а вашу идеологию и позицию, потому что в Коране сказано Они разве не размышляют над Кораном? Ведь если бы он был не от Аллаха, то они нашли бы в нем множество противоречий. 4 сура, 84 аят Согласно данному аяту, противоречия являются признаком ложности, поэтому если в ваших убеждениях имеются явные противоречия, это говорит о ложности ваших убеждений, о ложности вашей позиции. Я не обсуждаю вас как личность, я не знаю кто вы, откуда, как на самом деле вас зовут и на самом ли деле вы являетесь доктором. И мне это абсолютно не интересно, я обсуждаю вашу идеологию и позицию по данному вопросу. Как я говорил ранее, ваша позиция похожа на кривое и уродливое чудовище, которое абсолютно не жизнеспособно. Если бы ваша позиция материализовалась и воплотилась в живом существе, то это существо не прожило бы и одной минуты. Ваша позиция является фа-си-д, и существовать эта позиция может только воспаленных многовековой пропагандой узурпаторов в мозгах. Именно это уродство и отсутствие согласованности я стараюсь показать, а противоречий вашей позиции очень много. Вот только некоторые из самых очевидных из них, которым я не нашел никаких оправданий и объяснений. Конечно, возможно я что-то не так понял, возможно сам доктор имеет логичное объяснение всем этим противоречиям. Тогда пусть он попытается разъяснить. Мы же не за спиной у него это все говорим, у него есть возможность указать нам на наши ошибки. Итак, противоречия. Первое противоречие. Доктор сказал, что нельзя говорить наместник Аллаха, что это ширк. Мы привели слова самого доктора, где он говорит халиф Аллаха. На что он ответил, что он не против слова халиф Аллаха, а против слов наместника Аллаха. Прекрасно. То есть получается, что я не слежу за свои слова, потому что сказал в одном месте, что наместника нельзя говорить, а в другом месте сказал, что халифату Аллаха. Субхан Аллах. Это я не слежу за своей речью. Вы потому что сначала поймите. Сурату Бакара, когда мы объясняем, мы там говорим, что слово халифа не переводится наместник. Это не первая история, это не первый раз. Я запрещаю не халифа слово, халифа Аллаха, это из хадиса доказано. Я запретил вам и сейчас запрещаю слово наместник. Это я не слежу. Вы меня поняли, что я хочу сказать? Слово наместник, это для Аллаха сказать, что этот человек наместник Аллаха, это и есть ширк. Но, уважаемый доктор, мы ведь учимся у вас. И вы неоднократно говорили, что халиф переводится как наместник. Барак Аллаху фикум. На самом деле слово халифа это наместник. Слово халифа это переводится наместник. Используется это слово для правителя тоже. Используется слово для неправителя тоже. Потому что халиф это наместник. Доктор может ответить на это и сказать, что когда речь идет о халифе пророка, саллаллаху алейхи и алейхи вассалям, то это слово переводится как наместник. А когда речь идет о халифе Аллаха, то это слово не переводится как «наместник». Но вы послушайте, как он толкует аят «Инни джа илун фил арды халифа». Я устанавливаю на земле наместника аят 30-й суры Бакара. То есть халифа является человеком. Почему Аллах здесь в этом аяте назвал человека своим, получается, халифа? Потому что халиф – это также означает тот, кто будет действовать не по своему желанию, а именно будет следовать, потому что халиф – это наместник. А наместник всегда следует тому, на что его оставили, что ему сказали. Как вы видите, он говорит, что халиф Аллаха – это наместник Аллаха. А наместником он назван потому, что он должен подчиняться Аллаху. К этому толкованию мы еще вернемся. Но обратите внимание, как он растолковал этот аят. Он подвел все к тому, что халиф Аллаха – это наместник Аллаха. Уважаемый доктор, это разве не Ширк? А теперь давайте послушаем еще раз то, что вы сказали. Прекрасно. То есть получается, что я не слежу за свои слова, потому что сказал в одном месте, что наместника нельзя говорить, а в другом месте сказал, что халифа – это я не слежу за своей речь. Вы потому что сначала поймите, когда мы объясняем, мы там говорим, что слово халифа не переводится на местник. Это не первая история, это не первый раз. Я запрещаю не халифа слово, халифа Аллаха – это из хадиса доказано. Я запретил вам и сейчас запрещаю слово «наместник». Это я не слежу. Вы меня поняли, что я хочу сказать? Слово «наместник» – это для Аллаха сказать, что этот человек наместник Аллаха – это и есть Ширк. То есть получается, что то, что я запрещаю, это я что запрещаю? Это я говорю слово «наместник» говорит или слово «наиб» говорит. Ничего я не запутился. А то, что разрешаю – это халифа. Халифа – это не означает «наместник». Халифа не означает «наместник». Халифа – это всего лишь… То есть, смотрите, халифа что означает? Разный Коран. Аллах, азаву джалла, на адам и на человека сказал халифа. Это значит, человек, который должен жить по откривению. Давайте еще раз повторим и послушаем его речи из двух разных выступлений. В одной из речей он говорит, что в суре Бакара слово «халиф» не переводится как «наместник». В суре Бакара, когда мы объясняем, мы там говорим, что слово «халиф» не переводится «наместник». Это не первая история, это не первый раз. А в другой речи он доказывает свое толкование и объяснение слова «халиф» тем, что в суре Бакара слово «халиф» переводится как «наместник». То есть, халифа является человеком. Почему Аллах здесь в этом аяте назвал человека своим, получается, халифом? Потому что халиф – это также означает тот, кто будет действовать не по своему желанию, а именно будет следовать, потому что халиф – это наместник. А наместник всегда следует тому, что его оставили, что ему сказали. Откуда эта детская противоречия в словах доктора? Конечно же, вне всякого сомнения, все это следствие его убеждений, которые являются ложными. Именно поэтому у него много… Именно поэтому у него так много противоречий. Уважаемый доктор, мы не цепляемся к словам. Мы говорим, что… Если бы это было не от Аллаха, то вы нашли бы в нем множество противоречий. Другими словами, это 84 аят 4 суры. Этот аят означает, что то, что имеет противоречие, то, в чем имеются противоречия, является ложью, не является кораническим учением, не является исламским учением, не является тем учением, которое было неспослано Богом. А то, что говорит доктор, вне всякого сомнения, не является учением ислама. Это его собственное изобретение, его собственное измышление. Иначе не было бы всех этих противоречий. В исламе нет никаких противоречий. Это было первое противоречие. Второе противоречие. В одном месте доктор говорит, что власть бывает двух видов. Ма'нави и хисси. А в другом месте говорит, что ма'нави – это вообще не власть. Мы спрашиваем, если ма'нави является разновидностью власти, то почему это вообще не является властью? Вот что отвечает доктор. Третий вопрос такой, что ма'нави – власть – вообще не власть. Почему это тогда не власть? Ответ такой, что ма'нави – не является хисси. Доктор как будто говорит, что люди бывают богатые и бедные. Потом говорит, что бедные вообще не люди. Мы спрашиваем, почему бедные вообще не люди, если вы изначально поделили людей на богатых и бедных? Он отвечает, потому что бедные – это не богатые. Мне очень хочется задать один вопрос. Но я воздержусь от него, дабы не проявлять неуважение к доктору. Я уже не говорю о том, что в одном месте он утверждает, что ма'нави – выше хисси, а в другом месте говорит, что ма'нави – вообще не власть, потому что не является хисси. Только задумайтесь над этим полетом мыслей. Я еще раз повторюсь. Доктор – ученый и знающий человек. Он не тот человек, который будет совершать такие совершенно детские ошибки, которые выставляют его в глупом свете. Нет. Он просто хочет убежать от принятия той идеи, которую мы доказываем. Да, он выглядит крайне глупо, убегая от принятия наших доводов. Но убегает он весьма эффективно. Не думайте, что вся эта путаница делается просто так. Нет, эта путаница – самый эффективный способ избежать ответственности перед нашими неопровержимыми доводами. Но мы, с позволения Бога, все распутаем. Но, конечно же, доктор еще раз будет все запутывать. А мы будем все распутывать. Возможно, это будет длиться очень долго. Но он непременно будет говорить противоречивые вещи, чтобы запутывать. А мы будем демонстрировать эти противоречия, которые, согласно Корану, являются признаком лжи и недействительности идеологии и убеждений. Это второе противоречие. Третье противоречие. В одном месте он говорит, что манави – власть. Это образное высказывание. То есть, манави называется властью в переносном значении. Образно называется властью. Послушайте. Манави – значит, Аллах хочет, чтобы им покрыть. А где такое вообще? Манави – это когда отсутствует. Например, вам говорит, Аллах Аззава Аджалла говорит, Аллах, в начале сурата Аль-Бакаре, Аллах Аззава Аджалла говорит, в лицемерах Аллах поставил печат на их сердца. Этот печат является манави печать. То есть, на их сердце печата нет. Это манави, на самом деле, печат не существует. Но это образно сказано, имеется в виду, что в них лицемерие есть, охватили их грехи и так далее. Например, человек говорит другому, «Ты разбил меня сердце». Вот это слово «разбил» – это манави. То есть, на самом деле, он не разбил ему сердце. Это образно сказано. А манави – это отсутствие власть. А то как там дальше Аллах хочет, чтобы ему подчинялись? То получается так, что надо Коран знать хотя бы сурату Аль-Бакара, чтобы человек знал, чем отличаться хиси от манави дальше. Здесь, уважаемый доктор, обвиняет Бога во лжи. Говорит, что в Коране сказано «У лицемеров печать на сердце». А на самом деле, никакой печати нет. Например, вам говорит, Аллах, в начале сурату Аль-Бакара, Аллах, в лицемерах Аллах поставил печат на их сердце. Этот печат является манави печать. То есть, на их сердце печата нет. Это манави, на самом деле, печат не существует. Но это образно сказано. Это обвинение Бога во лжи. Но речь сейчас не об этом. Как вы видите, он говорит, что манави образно является властью. То есть, на самом деле, манави не является властью, потому что то, что является образно чем-то, на самом деле, этим чем-то не является. А в другом месте он говорит, что манави – это не маджас, то есть, это не переносное значение. Это не образное значение. Почему мы говорим, что манави – это выше, чем хиси? Потому что надо знать. Это очень большая, это как раз научный, очень хороший вопрос, кстати, очень хороший вопрос. Почему манави выше, чем хиси? Очень хороший. Братья, дело в том, что есть такое понятие маджас. Люди путают маджас, аллегория, то есть, с настоящей, хақиқа. Есть такая классификация маджас и хақиқа. А эта классификация нет в Коране. А в Коране есть другая классификация манави и хиси. Это есть в Коране. Чем отличается? Когда мы говорим хақиқа и маджас, то есть, мы говорим настоящая и аллегория, значит, аллегория – это меньше, чем настоящая. Но когда мы говорим хиси и ма'нави, то ма'нави выше, чем хиси. Как? Поэтому, когда мы говорим, что это выше является ма'нави, то он никак не может быть маджаз. Маджаз – это ниже, это меньше. Маджаз – это меньше, чем хакика. А ма'нави – это выше, чем хиси. Как вы видите, в данной речи утверждается совершенно обратное. Ма'нави – это не аллегория, потому что аллегория ниже, а ма'нави – выше. Уважаемый доктор, в одном месте вы сказали ма'нави – это образное высказывание, чтобы принизить его положение. Чтобы принизить положение ма'нави – власти. Даже более того, вы сказали, это вообще не власть. Это вообще не печать. Это вообще не покрывало. А в другом месте, а иногда даже в том же самом месте, вы говорите, что нет, ма'нави – это не маджаз. Ма'нави – это выше, чем хиси. В отличие от маджаза, который ниже хакика. Конечно же, доктор все прекрасно понимает. Он все очень хорошо понимает. Просто там, где ему невыгодно принимать, что ма'нави – это тоже власть, он говорит, что это вообще не власть. И что оно образно называется властью. Но он знающий человек и понимает, что где-то он лукавит. Поэтому наряду с этим он признает, что ма'нави – выше, чем хиси. Итак, вещи бывают двух видов – ма'нави и хиси. Уважаемый доктор, послушайте, пожалуйста, то, что я сейчас скажу. Хиси – это то, что можно почувствовать внешними органами чувств. То есть, пятью чувствами можно увидеть, можно услышать. Или же почувствовать одним из других пяти чувств. А ма'нави – это те вещи, которые нельзя почувствовать этими чувствами. Но это не значит, что оно отсутствует, как вы сами это утвердили. Даже более того, ма'нави – выше и сильнее, чем хиси. Поэтому ма'нави – власть, ма'нави – печать и ма'нави – покрывало являются большими властью и печатью и покрывалом, чем хиси – власть, чем хиси – печать и чем хиси – покрывало. Но, в отличие от хиси, их нельзя почувствовать органами чувств. Поэтому у Ибрагима, алейхиссалама, была власть, а у лицемеров – печать на сердцах и покрывало на глазах. Но эти печати покрывало не видны, их нельзя почувствовать пятью чувствами. Но они есть. Поэтому, когда Аллах говорит, покрывало есть, печать имеется, то это правда. Значит, эти печати покрывало на самом деле имеются. Но это не значит, что их можно увидеть. А то, что вы говорите, уважаемый доктор, когда вы утверждаете, что на самом деле нет никакой печати и нет никакого покрывала, то вы просто-напросто обвиняете Аллаха во лжи. Обвиняете Аллаха во лжи, и называете Бога лжецом. Называете Коран ложью. Поэтому давайте все-таки согласимся, что мэнави – власть – это тоже власть. И это намного более сильная власть, чем хиси – власть. Это третье противоречие. Четвертое противоречие. В одном месте уважаемый доктор говорит, что мэнави – власть означает, что Аллах хочет, чтобы люди подчинялись его обладателю. Дело в том, что надо знать правильный Коран. Власть фирауна был власть, а власть Ибрахима, алейхиссалам, был мэнави власть. Хиси власть от мэнави, чем отличается, это вы должны знать. У Ибрахима, алейхиссалам, не было какое-то правительство. Он был имамом мэнави, и власть был в него мэнави. Имеется в виду не в него, а в его потомстве. То есть, получается так, что в этом разница есть. Аллах, алейхиссалам, хотел, чтобы люди не подчинялись фирауну, и Аллах, алейхиссалам, хотел, чтобы люди подчинялись Ибрахиму, алейхиссаламу. А в другом месте он говорит, что мэнави не означает, что Аллах хочет, чтобы люди подчинялись его обладателю. Как выбор людей может быть фактором легитимности власти с точки зрения Бога и Ислама, если люди не всегда выбирают себе правителями тех, у кого имеется ма'нави власть? То есть не всегда выбирают тех людей, которым Аллах хочет, чтобы люди подчинялись, и за которыми Аллах хочет, чтобы люди следовали. Это четвертое явное противоречие. Пятое противоречие. В одном месте он говорит, что есть только один халиф и наместник пророка, и это Абу-Бакр. Наместник, слово, подходит только на человека, который пришел после Расулу Аллаха, а это был единственный человек, это был Абу-Бакр, а в другом месте он яростно доказывал нам, что халифов и наместников будет больше двенадцати. Вы хадис привели, следующий у вас довод, то, что вы хадис привели, что посланник Аллах сказал, что двенадцать имамов должны быть, двенадцать халифов должны быть. Хадис говорит, конечно, хадис достоверный, никто не отрицает, никто не отрицает, что такой хадис есть, посланник Аллах сказал, двенадцать имамов должны быть, и это должно продолжаться и так далее. Мы говорим, что в хадисе, когда какое-то число скажет, то это не говорит о том, что 12 и не больше. Нет, нет, нет. Поэтому надо знать, что где в хадисе сказано, что 12 имамов, это не говорит о том, что только 12 и не больше. Не говорит о том, что только 12 и не больше. Потому что в хадисе, посланник Аллах сказал, что политика Бану Исраила, они именно политика вели кто? Пророки. Когда умирает один, когда умирал какой-то пророк, после него приходил другой пророк. И после меня никакого пророка нет. И будет хулафа у правителей. Их будет очень много. Этот хадис, посланник Аллах сказал, Сахиха Аль-Бухари, 3268 довод на то, что не надо ограничивать. Не надо ограничиваться только 12. Он также говорил. Абубакар, Умар, Усман Али, и других, их назвали хулафа. То есть они являются лучше не потому, что они являются, их назвали хулафа, а потому, что они их не только назвали хулафа, они были заместителями и наместниками пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Это пятое противоречие. Шестое противоречие. Доктор Абушаеб говорит, что Аллах приказал своему пророку, саллаллаху алейхи вассалям, создать шуру. И поэтому у пророка, саллаллаху алейхи вассалям, должна была быть шура, совет. Но когда ему понадобилось объяснить хадис из Сахих Бухари, где Умар Ибн Аль-Хаттаб говорит, что присяга Абубакру была неожиданностью, он говорит, что шуры не было во времена пророка. Такой Умар, алейхи вассалям, здесь объясняет, что мы выбрали Абубакру, алейхи вассалям, в экстренном порядке. Когда шура не было. Действительно не было шура. Не было шура. Но когда умер пророк, где шура была? Не было. Шура же образовалась после пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Потому что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, от Кирвиния. Почему у Абу Шейба такие детские противоречия? Потому что он неграмотный? Или потому что ему надо как-то оправдать свои убеждения? У нас возникает вопрос, уважаемый доктор Так Шура была во времена пророка, саллаллаху алейху и алейху и алейху и ассалям Или ее не было? И если Шуры не было, то почему пророк, саллаллаху алейху и алейху и алейху и алейху и ассалям Не позаботился о том, чтобы создать ее Ведь, как вы утверждаете, без согласия Шуры власть недействительна Пока Шура присягу не даст, он не будет действительным Шура должна быть, Шура подтверждает этого правителя Шура дает присягу, присяга это значит признать, что он наш правитель Все начинает действовать Назначает правителя, Шура не признает Не правитель Потому что в Куране Аллаху Аз.А. говорит Амрухум Шура байнахум Амар должен проходить Амар, тем более, назначать правителя, это какой же еще Амар Это великий Амар Должен проходить через Шура Уважаемый доктор, если Шура играет такую важную роль То почему наш заботливый пророк, саллаллаху алейху и алейху и алейху и ассалям При жизни не позаботился о ней Почему он вынудил своего халифа, коим вы считаете Абу Бакра Выбраться преступным методом Вы же сами сказали А где эта Шура была после пророка, саллаллаху алейху и алейху и алейху и ассалям Почему она не выбрала Абу Бакра Почему Абу Бакр обошел этот совет, эту Шуру И самое главное Где была эта Шура при выборе Умара ибн Аль-Хаттаба Почему Абу Бакр не советовался с этим советом И сам лично назначил Умара ибн Аль-Хаттаба халифом Это шестое противоречие Седьмое противоречие В одном месте доктор отрицает Что Умар ибн Аль-Хаттаб сказал Что Абу Бакра выбрали без Шуры То есть преступным методом А где Умар так сказал Инна Аллаху и алейху и алейху и алейху и алейху Умар разве так сказал Что присяга Абу Бакра была Присяга Абу Бакра была без Шура Это то, что вы прочитали Это такой смысл имит? А потом Абу Шейб сказал Такая Умар алейху и ассалам здесь объясняет Что мы выбрали Абу Бакра алейху и ассалама Без То есть в экстренном порядке Когда Шура не была Действительно не была Шура Не была Шура Но когда умер пророк Где Шура была? Не было Шура же образовалась после пророка Салаба На это противоречие я нашел объяснение, точнее не объяснение, а то, что скажет доктор на это противоречие. Я знаю, что на это ответит доктор Абушейб, но дело в том, что это не объяснение, и оно не решает сути противоречия. Поэтому, даже после того, что скажет доктор, отвечая на это противоречие, вопрос остается в силе. Ума Рабин Аль-Хаттаб сказал или не сказал? Даже после того, что вы ответите, мы говорим вам, что вы не можете одновременно утверждать и то, и другое. Это явное противоречие, призванное запутать слушателей, для того, чтобы сгладить тот смысл, который несет в себе это достоверное предание Иссахир Бухари. Это было седьмое противоречие. Таких противоречий в словах доктора огромнейшее множество. У нас уйдет не один час, чтобы разобрать все эти противоречия. У любого здравого и внимательного слушателя голова пойдет кругом от этих противоречий. Но я хочу подчеркнуть, что эти противоречия не являются следствием необразованности доктора. Доктор не глупый человек, как может показаться в результате этих обсуждений. Об этом свидетельствуют его рассуждения на другие темы. Все эти противоречия являются следствием того, что он пытается защитить ложную идею. Все эти ошибки и противоречия являются следствием попытки оправдать и придать респектабельные виды ложной и уродливой идеи. Даже самый гениальный человек выглядел бы глупым, защищая эту позицию. Позицию доктора Амбу Шуэйба. И эти противоречия являются наилучшим доказательством того, что доктор защищает ложь. И эта ложь не имеет никакого отношения к Корану и Сунне, в которых нет никаких противоречий. Нашей задачей, как его оппонента, является подчеркнуть эти противоречия и продемонстрировать их, а также не дать ему возможности сгладить эти недостатки. В одном месте он говорит, что ма'нави имам означает, что не надо ему подчиняться. Хиси. Хиси правитель – это правитель, которому надо подчиняться. А ма'нави – это, которому не надо подчиняться. Ма'нави имам значит, ему подчинять нам не надо. Подчиняться не надо. И тут же, не отходя от кассы, он говорит. Смотрите. Ма'нави власть. Ма'нави власть. Есть подчинение. Да, есть подчинение. Например, мы Ибрахиму, алейхиссаламу подчиняемся. Да, подчиняемся. И напоследок, несколько примеров откровенной лжи или же забывчивости доктора. Первая ложь. Абушаеб говорит, что мы соврали. Он говорит, что Абушаеб обвиняет Бога в лжи. То, что на самом деле печат, сказано, что печат, а на самом деле никакого печата нет. Разве Абушаеб так говорили, братья? Если Абушаеб так говорит, скажите мне, он так говорит. А если он не говорит, почему он умрет? Да, уважаемый доктор, Абушаеб сказал, что на самом деле нет никакой печати. Ма'нави, значит, Аллах хочет, чтобы им покрыть. А где такое вообще? Ма'нави – это когда отсутствует. Например, вам говорит, Аллах, Аз. Аджелла, говорит, Аллах, в начале сурату Аль-Бакаре, Аллах, Аз. Аджелла, говорит, В лицемерах Аллах поставил печат на их сердца. Этот печат является ма'нави печат, то есть на их сердце печат нет. Это ма'нави, на самом деле печат не существует, но это образно сказано, имеется в виду, что они, у них лицемерие, охватили их грехи и так далее. Например, человек говорит другому, ты разбил меня сердце. Вот это слово разбил – это ма'нави, то есть на самом деле он не разбил ему сердце, это образно сказано. В Коране сказано, что есть печать, а вы говорите, что никакой печати на самом деле нет. Вы говорите, что это образно сказано, а на самом деле нет никакой печати. Вот это и есть обвинение Бога во лжи на Удубельда. Вторая ложь доктора. Доктор в одном месте говорит, что нет такого понятия в исламе, как халиф, а потом говорит, что он такого не говорил. То есть вы, может быть, будете удивлены, когда вы услышите, что нет такого понятия в исламе, что правитель мусульманин должен быть халиф, а система правления должна быть халафат. Такой нет вообще. Разве я говорил, что нет понятия халифа? Я говорю, что есть халиф, а есть метод выбор.